Привет! В сегодняшнем ролике я покажу вам масштабное сражение в Афганистане, в котором приняли участие аж 120 игроков. И все начиналось довольно спокойно. Солдаты готовились к штурму и кишлаков, но внезапно я увидел танкистов, на которых очень сильно повлияло афганское солнце. Этиопия, Этиопия, брат. Да, блядь, это ты чё говоришь? Я с замком роты, блядь, это герои на... Также стояла проблема с призывным составом. Я 30 секунд туда... Пусть не рушим не республик свободу... И в один момент замкомандира роты решил эту ситуацию исправить. Итак, бойцы, внимание! Хлебало на ноль. Извините, а где находится резерв? Да. Где находится резерв? Смотри, смотри. Сидишь, я показал туда ручкой, да? Вот туда это... Пошёл. Вперёд. Мы продолжаем на... на... наши... африканские... приключения. Если, блядь, я увижу какие-то насильственные методы, блядь, что вы там ходите, мародёрите, блядь. Я достану, лично на танке, блядь, приедусь. Все? Так точно. Так точно. Так точно. Мы все гавдо. Но потом пришло срочное сообщение о штурме ближайшего города противникам. Командование даёт нам приказ о зачистке города и эвакуации гражданских. Также выдан план наступления, по которому первый взвод выдвигается с гор. Второй атакует с центра, третий блокирует противника в городе, а четвёртый его поддерживает. Ну а пока солдаты начинают своё выдвижение, я напоминаю, что вы можете поддержать этот ролик лайком. Заранее спасибо. Ура! Но БМП был скоро атакован противником. После короткого боя на горах первый взвод спустился к городу, но здесь его продвижение замедливает союзный танк. И вот первый взвод оказывается в центре города, где должна проходить эвакуация. Но со стороны гражданских начался огонь. Никто около автобуса не убивай. Около автобуса не убивай, капра! Ты уже побздан? Ты куда-то туда боевую кинул? Граната! Короче, мы им сейчас тоже в ответ. Медик! И в это время третий взвод начинает блокирование дороги от города и штурмует укреплённый пункт противника. Играет музыка. постепенно третьему взводу удалось разобраться с противником и заблокировать дорогу и вы наверное думаете на череджи ролик еще было сказано про 4 взвод и сейчас я вам покажу чем он занимается вот мы не знаем потом отделение дебилов нашло еще одно деление дебилов между ними начался конфликт но позже отделение все-таки смогли добраться до транспорта отделение мы сами справимся на 110 профессиональных убийц и как вы уже поняли отделение дебилов разобрали все грузовики и поэтому они пошли дальше пешком но остальные отделения смогли довести автобусы с гражданскими полностью организоваться следующий пункт куда должны доехать наши солдаты это город авалистан командование договорилась вместо администрации что наши войска там разместятся но отделение дебилов смогут идти до наших сил только ночью и наконец-то мы выдвинулись люблю шашлык и коньяк в городе произошел дтп в ходе которого погибли 10 солдат и пока наши разбирались что с этим делать вокруг начался кипиш как оказалось нас кинули город был набит противниками и нас специально запустили в центр а потом окружили и командир гейнезов сразу же побежал к автобусам с гражданским я не могу помочь не надо пой принимать мы сейчас тут все откинемся парни надо надо идти в бой на чему тут сейчас я кочуримся в этой неразберихе лучше принять пусть ухнуть чем остаться тут и сдохнуть как мразь противник на 300 так же противник использовал технику танк это наш танк нет это не наш огонь по нему то есть вон перед нами танк они спереди вдоль дороги встань слева и справа и командир гейнезов замечает что противник очень близко подобрался к автобусам с гражданскими поэтому было принято решение их вытаскивать происходит полная жесть наш бмп который закрывал вход в город взлетел люди сидели в шоке за забором а на каждом шагу могло что-то взорваться и по общей ситуации можно увидеть хаос все горит люди бегают и непонятно что делать но потом все таки удается начать отводить гражданских здания и командир роты собрал всех командиров для обсуждения дальнейшего плана также связался со штабом я не могу гражданских взлет нам бы уйти а потом соединиться со странными частями мы бросаем гражданскими и они будут жертвовать своим местным системам мне хотят поставить надо вместе но я не буду там соединимся со странными частями у нас нет патронов гражданских бросаем я понимаю что что важнее для нас для нас важнее наши люди ну а ты все поспектно я готов раскрутиться своим вызыванием своей свободой но людей я не теряю было решено отступать вместе с гражданскими утром в городе вертолетной площадке хаза и бои утихли но тоже знал что штаб решил помочь нашим артиллерийским ударом аганор гоните быстрее уходить это и страна сели нахуй обстрел сейчас будет выстрел нахуй мы вождем едь ты бмп блять едь давай сука едь давай наконец-то наши солдаты смогли выбраться из города но впереди был еще более опасным маршрут который шел через горы командование приняло решение пройти этот маршрут на скорость и не формировать колонну и вот 7 отделение на грузовике заходит на поворот в горы по бобуду сейчас оказывает в скорость 8 в Многие уже думали, что раненого пулеметчика не спасти, но он выжил. Дальше нашим парням очень повезло. БМП успевает проскочить в вражеский фугас. Но дальше они попадают под тяжелый обстрел. Сворачиваем здесь налево, поехали. Налево, давай пошел налево, налево. Давай, 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 блин. А на соседней высоте в это время взрывается еще одна наша БМП. Но есть и хорошие новости. Первое отделение под командованием Афгонорова проскакивает в деревне и там занимает оборону. И под обстрелом наши солдаты пытаются выбраться. БМП выезжает на дорогу и его не замечает союзный БТР. Бойцы улетают вниз и все могло на этом закончиться, если бы не появился союзный вертолет. Наше отделение наконец-то пробивается к вертолетной площадке и начинается оборона. Мы прикрываем погрузку гражданских. Там противник, там противник. И вот противник с гранатометами подбирается к нашей вертушке. Фигенезов ее пытается отбить, но это не в его силах. Патрон уже нет, приходится обороняться пистолетом. Ребята, говорит командир 10-го отделения, мне нужна кровь. Говорит 10-е отделение, командиру кровь нужна. Почему же вы хотите идти? Дальше по дороге, по дороге, которая дальше будет, там с желой вертушкой, там противник. Ниже дороги, противник, отбойся туда, огонь. А сколько места в вертушке? Я столько зеленого чая выпил, мне так плохо. Че, сейчас откиньте что-то? Да я сейчас опасусь, я не откинусь. И в какой-то момент командир гимнезов доходит пулемет и начинает стрелять во все стороны, прикрывая вертолет. Но его быстро находит граната. Наши бойцы его кидать не собираются и тащат до последнего вертолета. Он отрывается от земли и все. Бойцы и гражданские спасены, но командир роты решил остаться и вызвать огонь на себя. Штаб нас кидать в миде артиллерии по нашей точке, по деревне помню. Вот такое получилось видео из Афганистана. Ну а на этом все, я напоминаю, что вы можете поддержать этот ролик лайком и канал подпиской. Также не забывайте писать свои идеи для следующих игр в комментарии. Спасибо.